Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидит царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Прощать – это значит отдать суд в руки Бога. Прощение приносит радость. Сам Иисус сказал нам, прощайте своих должников, прощайте своих обидчиков, так как и Я простил вам ваши грехи. Салим, Казахстан! Сегодня мы поговорим про святую Марию Гаретти. Мария Гаретти родилась 16 октября 1890 году в Италии, в городке Корональдо. Она родилась в многодетной семье, и из-за голода в какое-то время им пришлось переехать в местность недалеко от Нитуно, где они снимали ферму, арендовали ее на болотистой местности. Они арендовали эту ферму напополам с семейством Сиренели. Семья Сиренели состояла из двух человек – отца, который потерял свою жену, и его сына, которого звали Алессандро. Алессандро получил не лучшее воспитание, для него пьянство, агрессия были привычным делом. Мария, как я уже сказала, родилась в многодетной семье. Семья у них была приличная, и когда ей было 9 лет, ее отец умер. Их отец, отец семейства Гаретти, хотел перевезти их в другую местность, но из-за договорных обстоятельств на ферме они не могли этого сделать, поэтому им пришлось остаться там. 5 июля в 1902 году к ним, где они жили, в их комнату зашел их сосед Алессандро, и увидев, что в комнате только одна Мария, он начал склонять ее к интимной близости. Девушка решительно ему отказала, и после того, как он получил отказ, он нанес ей множество ножевых ранений, если быть точнее, то 14. Девушку, истекающую кровью, обнаружила ее мать. Ее отвезли в больницу, и на следующий день, 6 июля, в больнице она умерла. Но перед этим она смогла простить своего обидчика. Она сказала, что хотела бы встретиться с ним в раю. Она простила его. Маленькая девушка, которая отдала Богу всю эту ситуацию, смогла простить своего обидчика, своего убийцу, который лишил ее жизни. Она не стала его судить, она не стала его винить, но она его простила. Она дала этому парню, который не знал любви, шанс. И случилось чудо. Конечно, Александру осудили, его посадили в тюрьму на 30 лет, но в тюрьме он покаялся. Он принял Бога, он искренне раскаялся в соделанных поступках. После того, как он вышел из тюрьмы, он пришел к матери Марии и просил у нее прощения. И он позднее вступил в орден Капуцинов, стал монахом. И всю свою оставшуюся жизнь он провел в служении Богу. Он даже присутствовал на канонизации Святой Марии. И это удивительно, это на самом деле чудо. Он правда не знал, что такое любовь. Он не знал, что есть Бог, который его любит. Потому что в своей семье он никогда этого не переживал. Но Мария своим прощением дала ему это пережить. Она дала ему узнать Бога. Меня это очень удивляет, потому что мы часто не можем простить своих обидчиков. Часто случаются какие-то ситуации, нам тяжело сделать этот шаг. Мы постоянно продолжаем судить. Есть некоторые цитаты, которые даже говорят, что человек прощает, но потом припоминает, сколько раз он еще простил. Но Мария сегодня является для нас примером того, каким может быть искреннее прощение. Прощение действительно приносит радость. Также Святая Мария Гаретти является примером целомудрия и добродетели, прежде всего для молодежи. Она в своем маленьком возрасте, она была молодой, маленькой девчонкой, но она знала, что она творение Бога. Она знала, что Бог сотворил ее целостной, что Бог сотворил ее красивой, и она не игрушка, и ей нельзя просто воспользоваться. Она знала, что Бог дал ей чистую совесть перед самой собой, перед другими людьми и прежде всего перед Ним. И она до последнего боролась за ту чистоту, которую Господь ей подарил. Она является примером также для нас в том, чтобы и мы хранили тот дар, который нам дает Господь. Господь создал нас прекрасными, Он создал нас чистыми, и мы должны сохранить этот дар, который Он нам подарил. И Мария является примером, что это возможно. Возможно, если мы отдадим это в руки Бога, возможно сохранить Его дар. Возможно, прощать людей, потому что Бог дает на это силы. И мы видим, какой плод приносит прощение. Если бы вы еще больше хотели ознакомиться с жизнью этой девушки, я бы вам порекомендовала посмотреть фильм, который называется «Мария Гарретти». Он был снят в 2003 году, но также есть еще один фильм, который называется «Небо над болотом», тоже основан на ее жизни, снят в 1949 году. Я вам рекомендую, если бы вы хотели еще больше о ней узнать. Если вы сейчас находитесь в таком моменте своей жизни, когда вам сложно кого-то простить, вы держите обиду на какого-то человека и постоянно прокручиваете это в своей голове, отдайте это Богу, как сделала Мария Гарретти. Отдайте это Богу, потому что прощение приносит радость. Вам станет легче, когда вы простите своего обидчика. Зачастую наши обидчики даже не знают, что мы на них обижены, но мы из-за этого страдаем. Поэтому попросите Бога дать вам силы простить тех людей, кого вам простить сложно. И я уверена, что тогда Бог придет с миром и покоем ваше сердце. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok